Здесь говорится об аресте чилийского журналиста, но я уверен, что он гражданин Америки, Гонзала Лира. Вот те раз. Его арестовали на Украине. Верно. Этого парня. Служба безопасности Украины подтвердила арест Гонзала Лиры, чилийца, проживавшего в Харькове. Но он американец. Он гражданин Америки. Но он американский гражданин. По подозрению в пророссийской симпатии Лира уже задерживали в апреле 22-го, но затем отпустили. Согласно украинским прихлебателям, Лира публично оправдывал вооруженную агрессию России, отрицал или прославлял предполагаемые военные преступления России и участвовал в дискредитации военного, политического руководства, а также сил обороны нашей страны. То есть он использовал слова, чтобы критиковать правительство, и за это они отправили его за решетку. Украина — великая демократия. Это еще один пример. Надеемся, что они победят. Уж точно. Вот его посты в Твиттере. Он пишет, «Сейчас я пытаюсь покинуть Украину и попросить политическое убежище в Венгрии. Я либо пересеку границу и окажусь в безопасности, либо меня похитит киевский режим». Я думаю, это и случилось. Итак, он говорит о том, что с ним произошло за последние три месяца. Первого мая он был арестован за видео в Ютубе. Фото моего ареста весьма забавные. Из-за взъерошенной головы я был похож на персонажа книг доктора Сьюза. Мое преступление заключалось в критике Запада и их прокси-режима в Киеве, которые уничтожают Украину. В обвинении прямо сказано, «Мое преступление — публичное осуждение известных фактов о войне — норма для демократии». Но Украина Зеленского — не демократия. Это коррумпированный бандитский режим воров и убийц, маскирующийся под вежливую западную демократию. Итак, для людей, которые говорят, что Путин — бандит, Зеленский и его люди — величайшие бандиты в мире. Хорошо. В смысле, после нас. После нас, да. Нас можно описать в те же слова. Да, короче, мы — бандиты. После ареста мне дали документы, заверяющие, что мне гарантировано право связаться с моими адвокатами и близкими, а также внести залог. В реальности мне не дали никому позвонить, даже моим адвокатам. И мне не дали внести залог, хотя у меня были для этого наличные. СИЗО меня пытали. В двух из четырех камер, в которых я был, другие — заключенные. Охрана никогда не бьет заключенных, они поручают это другим заключенным. Один заключенный извинился передо мной, он сказал, что у него нет выбора. Он не лгал, я понимаю его. В первой камере я получил трещину в ребре, но не очень серьезную. Тяжелее всего мне пришлось в четвертой камере. С часа дня, 21 июня до 7 вечера следующего дня, 30 часов меня били и лишали сна. Мои руки были неестественно выкручены в суставах и в целом меня сильно избивали. Вот, правительство, которое вы поддерживаете своими налогами и глупыми украинскими флагами в Твиттере. Этот парень придурок, он мне не нравится, так что ничего страшного. Походу, ничего страшного. Кстати, он идиот. Не знаю, слышал ли ты... Гонзала ли... за Гонзала Лирой что-то есть. Это оправдывает... Кто не без греха? Все дело в том, насколько ты грешен. Нет, это основание лишить его прав. Это норма после 11 сентября. Он пишет, суд будет 2 августа, и мне уже сказали, что меня признают виновным. Меня приговорят к 5-8 годам заключения в колонии. Продолжение истории. Но вот какая штука. По условиям залога я обязан носить электронный браслет, сдать мои паспорта и не покидать Харьков, не говоря уже о стране. Однако, после внесения залога ему не надели браслет и отдали ему его паспорта. Как вы думаете, почему? Почему? Они хотят, чтобы он попытался сбежать, чтобы контролировать его в долбанной колонии и объявить его настоящим преступником за попытку покинуть страну. Вот почему они это сделали. А, я думал, у них спортивный интерес. Позже в офисе СБУ они вернули мне другие конфискованные документы, водительские права и документы на мотоцикл. Пожалуйста, вот ваш мотоцикл. Да пофигу. Я рассказал сокамернику, как меня задержали в прошлом году, отпустили, но запретили покидать Украину. Он рассмеялся. Это приглашение к бегству. Верно. Похоже, на этот раз происходит то же самое. Они запрещают мне уезжать, но оставляют дверь открытой. Ну, я надеюсь на это. Или они все подстроили. Именно так. Чтобы упрятать меня в колонии, чтобы никто не узнал об их грязных схемах шантажа. Я просто не знаю, так что я решил идти в Абанк. Я проехал 1400 километров через Украину за два дня. Я собираюсь спросить политическое убежище в Венгрии. Когда я не появлюсь в суде в Харькове, как они говорят, Харьков, Харьков, будет выдан ордер на мой арест. Скорее всего, международный ордер. Я пишу эти твиты, приближаясь к пропускному пункту на границе. Я также выкладываю видео на двух доступных каналах. Если вы не хотите, чтобы я... Если я не выйду на связь в течение 12 часов... Что ж, я на пути в колонию. Пожелайте мне удачи. Что ж, он не вышел на связь. Но выложил это видео. Меня отправят в исправительную колонию в день суда. Это неизбежно. Ясно? Не будет никакого условного приговора, никакого снисхождения. Все из-за моих видео в Ютубе. Я хочу подчеркнуть это. В обвинительном акте сам прокурор утверждает, что я не совершил преступления против людей или собственности. И что мое преступление, буквально... Преступление словами. Я говорю вещи, которые не нравятся правительству. Окей. Украина считается великой демократией, которая хочет в Евросоюз, потому что у нее европейские ценности. Европейские демократические ценности. Что может быть демократичнее свободы слова? Суть моего дела только в свободе слова. И, знаете, я провел... Два месяца в тюрьме строгого режима. И, кстати, когда я говорю... Хорошо, позвольте мне закончить мысль. Я провел два месяца в тюрьме строгого режима за свои слова, за свое мнение на основании бесспорной информации в общественном доступе. Это суть свободы слова. И все же... Я отправился за это в тюрьму, и, вероятно, я отправлюсь в колонию на 5-8 лет. И, кстати, все заключенные СИЗО, следственного изолятора, где я сидел, никто из них не хотел в эту колонию, потому что все они сказали, что это смертный приговор. Понятно? И меня отправят туда на 5-8 лет за мои видео в Ютьюбе? Это демократично? Это напоминает вам европейские демократические ценности? Конечно. Это похоже на американские ценности. Репортер Грай Зоун спросил представителя Госдепа о статусе этого парня. Американского гражданина, брошенного в тюрьму украинским правительством за несогласие с официальной позицией, чей аккаунт в Твиттере свидетельствует о попытке прорваться в Венгрию. Смотрите. Итак, он спрашивает этого парня. Посмотрите на него, на эту куклу. Да. Лиам Козгроу в Грей Зоун. Могу я спросить вас о Гонсало Лире, американском гражданине, арестованном на Украине за неугодный контент в интернете. Был ли Госдепартамент в курсе? И мы узнали из серии твитов, что его пытали в украинской тюрьме, и сейчас он на мотоцикле со сломанным ребром пытается пересечь венгерскую границу. Мне интересно, если это правда. Если Госдепартамент знал о его аресте, его задержании, как этому позволили случиться, как американского гражданина задержали и, возможно, пытали в тюрьме одного из наших ближайших союзников. Но вы использовали слова «возможно» и «если это правда». Мне нужно проверить эти сообщения перед тем, как давать комментарий. Проверки еще не было? Мне нужно проверить, прежде чем комментировать. Вот и все. Они не будут проверять. Они... Именно. Маркс Лебода пишет, «Я могу подтвердить, что Гонзала Лира, разыскиваемый киевским режимом за критику в свой адрес, попытался спастись от поддерживаемого западом режима в Венгрии, где он намеревался получить политическое убежище». Что это за слово? Это как путь в политбюро. А, да? Знаешь, попытка переворота. Я также могу подтвердить, что Гонзала Лира был установлен на украинской стороне границы, и с тех пор о нем ничего не известно уже больше 24 часов. Больше он не выходил с кем-либо на связь. Итак, вы поддерживаете Украину? Вот что вы поддерживаете. Люди понятия не имеют, что там происходит, но что еще хуже, они не имеют понятия о том, что они не имеют понятия. Они думают, что знают. Они не намерены проверять. Знаешь, когда они начали говорить... Не проверяйте. Это кризисный момент для истеблишмента, потому что раньше им даже не нужно было говорить. Вы просто этого не делали. Но сейчас они так лажат, что люди начали проверять. Им приходится говорить то, что много лет разумелось само собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!